Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать эскиз школьной формы для мальчика, школьника среднего возраста от 8 до 12 лет. Ну, то есть это начальная, ну, старшая начальная и средняя школа. Старшая, ну, то есть 3, 4, 5, 6, 7 класс, где-то вот так. У меня есть шаблон, который мы уже с вами раскрасили, то есть есть стандартный шаблон, который можно использовать для мальчиков или девочек в зависимости от того, как вы его модифицируете, и на нем, соответственно, рисовать эскизы. Я сделала цветной шаблон, как я это делала, я показывала в видео, можете посмотреть. А сейчас мы с вами начнем с базового рисунка. У меня будут брюки, у меня будет рубашка и у меня будет жилетка. Это такая вот моя фантазия на тему школьной формы. Это не обязательно, что она в какой-то школе именно такая. Просто вот моя приблизительная фантазия, как бы это могло смотреться. Начинаю я с брючек. Мы сейчас каждое конкретное изделие будем рисовать на отдельном слое, а потом все вместе соберем. и, соответственно, в цвете на нашего прекрасного мальчика это все примерим. И посмотрим, как это будет смотреться. Соответственно, нам нужно определиться с линией талии. Совсем прям сильно завышать я не буду. Сейчас мы нарисуем половинку брючинки. Брючки у нас будут со стрелочкой. Можно рисовать обувь, можно не рисовать обувь. Тут вот уже за вами делаем. Мне главное нарисовать именно одежду, потому что меня интересует именно этот аспект. Вот, поэтому я начала с пояса. А теперь одна брючинка, вторая. Сейчас мы вот здесь вот так вот стрелочку сделаем. В общем-то, в рисунке брюк, да и всего остального особо ничего сложного нет. Сложное начинается, когда мы будем делать описание. Как сделан пояс, что там, где там, как там. Вот в этом у нас с вами пойдет сложность. А пока мы просто рисуем брючки. Тут все быстро и, в общем-то, достаточно лаконично и просто. Так. Вот у нас получились базовые брючки. Наверное, повыше я сейчас сделаю линию талии. Вот так. Вот. С кармашками. Такие карманы называются чина. На поясе. Пояс можно сделать чуть пошире. Иногда такие брюки делают. Вот, кстати, вот это достаточно удобный вариант может быть по спине на резинке. И, соответственно, здесь нету никаких дополнительных застежек. Иногда это действительно удобно. Поэтому сами смотрите. Такие варианты тоже могут быть. Но это надо спиночку прорисовывать. Потому что я все-таки показываю с одной стороны эскиз. Обязательно, когда мы будем делать полный дизайн-описание, мы будем делать уже рисунок с двух сторон. И показывать, как там, где там, что там. Вот. Так что сейчас мы вот этот момент поправим. У брючек вот это место. Неплохо делать легкой тенью. То есть зону гульфика. Вот так. Но сейчас я делаю черно-белый эскиз. Потом сделаем уже цветной. Так. Раз и два. Раз. Ой-ой-ой. Непрозрачность. Ну, в общем-то, чтобы таких конфузий не было, лучше убрать. Просто как тенюшечку оставить. Вот. Это у нас с вами брючки. Сейчас мы их сгруппируем. Отставим в сторону. Можно расширить нашу с вами рабочую зону. И здесь у нас будут простые эскизы. Здесь у нас будет комплект, представленный на фигуре. И будет уже комплект в цвете. Так. Это у нас с вами брюки. Далее мы с вами будем рисовать рубашку. Здесь тоже надо сразу определиться, какая у нас рубашка. Будет ли воротник на стойке. Будет ли воротник просто отложной, да. Разные делают рубашечки. Какая у нас с вами планка. Это все сюда. Переусложнять не буду. Я считаю, что детская одежда не должна быть переусложнена по деталям. Во-первых, это усложняет уход за ней. Ну, то есть там иглашку и все остальное. Все-таки ткани с некоторым добавлением полиэстера. Они тоже хороши. В том плане, что они более износостойкие. И за ними легче ухаживать. То, что называется easy ironing. Когда легче будет отглаживать все это дело. Поэтому тут надо, конечно, смотреть. Так. 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 Теперь мы это все с вами собираем. Так. Рисуем планочку. Как видите, очень базовые эскизы. Мы рисовали разного рода эскизы в этом челлендже. Можете посмотреть. Там всякие были и рубашки. И все остальное. Поэтому сейчас я это делаю достаточно быстро и базово. Ну, просто вот пример, как бы я начала над этим работать. Хочу сказать сразу, что это именно пример. Потому что если я буду готовить это на производство, то я могу такие эскизы показать для ознакомления. То есть вот может быть такого плана. А потом уже, потом мы будем смотреть. Если нам понравилось. И это все будет детально, соответственно, описываться. Прорисовываться, дополняться схемами, подбираться тканей и все остальное. А иногда наоборот делается. То есть сначала мы, получается, подбираем ткани. Потому что, например, у нас есть отработанный поставщик, у которого может быть новая коллекция тканей. Может быть мы какие-то старые ткани используем. И уже непосредственно... Так, сейчас мы воротник нарисуем. Настойки, да? Тоже воротничок какого размера, насколько вот у него все эти отлеты воротника и так далее. Это все сюда нужно будет вкладывать. Соответственно, вот здесь у нас будет задняя часть, которую мы сейчас округлим. Монтаж на задний план. Вот так. И тоже здесь у нас стойка. Стойка может быть другого цвета, поэтому ее желательно делать отдельно. Может и не быть. А может быть и без стойки. Ну, в общем, смотрите, какая у вас по типу рубашка. Ой, это задний план должен быть. Так, вот. Задний план. Почему здесь такая штука получается? Потому что надо прокрасить белым цветом. Все, вот оно друг на друга встало. Теперь будем рисовать... Так. Угадайте, что это? Это пуговка. С пуговицами все просто. Так. И вот так. То есть вот она на петельке, вот она пуговка. Единственное, что можно сделать, это сделать дырочки поменьше. И, например, их между собой развести. Вот так. Теперь все это раз... сгруппировать. И смотрите, здесь у нас будет пуговка вот так располагаться. вот еще другую планку наверх. Вот. Вот так. А пуговицы, которые у нас с вами по планке, у них будет петля в другую сторону пробита. вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ctrl D я нажимаю. Семь, восемь. Достаточно. Очень часто, кстати, когда вот пуговки так рисуют, пишут, что ну, распределить по планке, потому что, например, разные роста должно быть там семь или восемь пуговиц в зависимости от рубашки. И просят эти пуговицы распределить по планке. То есть там, какая длина будет у планочки, на ту... То есть расстояние у каждого размера будет между пуговками свое. Но визуально они будут смотреться по-разному. Такие особенности. Ну, это, кстати, даже у мужчин есть в зависимости от размера. Оно будет себя вести по-разному. Так. Здесь мы с вами рисуем такую штучку. Могут быть карманы, могут не быть карманов. То есть это вот уже индивидуальные особенности. Ну, как правило, вот здесь у нас с вами бывает карман. Но это необязательное условие, честно вам могу сказать. И, как правило, карман – это элемент удорожания изделия. Ну, для детской одежды, для детской школьной формы всегда стараются сделать максимально бюджетно, чтобы она была максимально доступной. Вот. Поэтому очень бывает тут все по-разному. Так, пунктирчик у нас там будет. Так. Сейчас мы вот так вот его раз-два разрежем, уберем, а эту вот так пониже спустим. Вот. Ну, видите, то есть я оперативно быстро эти вопросы решаю. То есть будет у меня отстрочка по воротнику или не будет, ставить ее туда или нет. Соответственно, это все… отстрочка, она не обязательно будет прям такая вот яркая, там, закрепки нужно показать. Потому что эскизы тоже все-таки нужно поделить. То есть я могу нарисовать эскизики, вот, ну, как черновые такие, да, то есть их приблизительно. А потом взять эти эскизики и пойти, например, с этими эскизами к конструктору и к технологу и сказать, помогите мне, пожалуйста, посмотреть вот эти эскизы, насколько они у меня грамотно сделаны, все ли у меня тут учтено и, как бы, что нужно поправить. Ну, в моем формате, конечно, удобнее распечатать. С этими эскизами ты радостно шлепаешь, идешь там, по ватсапу общаешься. Я не знаю, в каком формате построена у вас работа. Вот. И, соответственно, вот тебе рассказывают, показывают, объясняют, все ли у тебя правильно, все ли неправильно, какие-то моменты, которые требуют исправления. То есть, рубашка вот она будет такая или по низу вот у нее вот тут еще какие-то уголочки будут. Ну, то есть, разные варианты есть. Мы остановимся на данной базовой комплектации. Низ тоже надо отдельно проговорить, но, скорее всего, то есть, вот это я, конечно, сказать сказала, но нарисовать обязательно надо. Вот здесь вот так вот будет отстрочка, никуда мы от нее не денемся. Такая вот белая сорочка у нас получилась. Как видите, поскольку я все рисую на мальчике, то все, вот оно сейчас одно на другое встанет. И еще я хочу сделать жилет. Очень такой, тоже, интересный элемент, потому что не пиджак, но тоже имеет некоторый такой более формальный офисный вид. Вот, поэтому, на мой взгляд, достаточно интересный элемент гардероба. И он может быть и как формообразующим, показывающим, ну, придающим офисность какую-то, да, и как для тепла. То есть, может быть, рубашка и жилет, но, в принципе, это достаточно тепло получается, костюм формирует. Ну, в общем, на мой взгляд, крайне интересная штукенция. Очень даже она имеет место на существование в гардеробе. Что-то тут есть какой-то узелочек, прям вот очень странный. Такое вот иногда бывает. И что с этим делать? Нужно смотреть точку. Вот она, видите, кривизна откуда идет? Вот ее нужно убирать. Просто по точкам внимательно бегаем и получается понять и оценить, что у нас там происходит. Так, вот здесь вот линию. Сейчас мы сделаем пройму. Так, вот так. Давайте посмотрим вторую половинку. кстати, спинки у жилетов часто делают с подкладочной ткани в качестве экономии и в качестве того, чтобы, если у вас костюм тройка одет, не сильно потела спина. Ну, чтобы под пиджак удобнее умещалось. Поэтому сейчас мы это все сделаем. тоже отдельно по каждому изделию надо сесть и подумать технологию. То есть это как бы такие эскизы вот посмотреть, понять, там, подходит, не подходит, а потом каждый эскиз садится и внимательно очень продумывается. Ctrl-C, Ctrl-B. Будут у меня такие кармашки в планочке. Планочка, планочка. Так, пунктирная линия 0,25. Сейчас мы их вокруг нарисуем. Так. Видите, как пунктир подстраивается под то, что я ему говорю, где он должен быть. Вот. А здесь могут быть очень приятные клапаны. Тоже это делает жилеточку такой прям приятненькой. Раньше там вот часы туда убирали, ну, в общем. Очень такая интересная история. Более традиционная, да, ну, у меня, в общем-то, жилетки, они ассоциируются с таким немножко английским стилем. Но, в принципе, могут присутствовать и в школьной форме. Так, сейчас. Аккуратненько все прорисовываем, чтобы все стало на свои места. Не забываем то, что называется смотреть глазометрически, когда мы понимаем, что где. Так, здесь мы сделаем выточку. Потоньше, чтобы она не так выделялась. Смотрите, внешний контур может быть либо один пункт, но это стандартно, либо можно общий внешний контур изделия сделать два пункта. И тогда у нас с вами будет все нормально. Так. То есть, внешний контур должен быть хорошо виден, читабелен, а уже внутренний контур маленьких изделий желательно делать более такой мягкой, тонкой отстрочкой, чтобы они не спорил. То есть, а что здесь главное на этом изображении, как это все показывать, вот это оно как раз и есть. Так. Как видите, один шаблон, я просто изделие сдвигаю, можно копировать вместе с шаблоном, это не проблема. а можно теперь нам нужны пуговки, пуговки, и не буду заново их рисовать. Я возьму пуговицу сейчас отсюда, вот, отдельно ее сюда вставлю, вот они, смотрите, у меня уже отрисованные, сюда мы их поставим. Размер тоже подгоним, раз, два, три, четыре, пять. На мой взгляд, великоваты пуговицы получились. Так плохо. Можно, конечно, сделать распределение. Вполне может быть. Так, два, три, четыре, пять. Вот, хорошо. с шифтом немножечко их рихтую, и, на мой взгляд, вот эта пуговка вполне может у нас с вами оказаться и на брюках. Только нам нужно петельку в другую сторону. Оп. То есть, видите, сразу с тремя эскизами все дорабатываю. Вот. Получилась база. Соответственно, еще раз, это такая вот черновая база, то есть, ее нужно все посмотреть, ее нужно все подумать, ну, оценить, насколько именно в таком формате оно нам нужно. И уже после этого мы сможем с вами выбрать те модели, которые пойдут на детальную проработку. То есть, уже все там от строчки. Все вот это мы сюда добавим. Вот. И, соответственно, будем прорабатывать технологические особенности. Притом, нужно смотреть, какое у вас производство, что они могут сделать, что не могут и как. теперь давайте мы нашу черно-белую модель приоденем. Как, вот смотрите, с рубашкой, да, вот она встала у меня на место. Что мне с ней надо сделать? Ну, здесь все достаточно банально просто. Я вот сюда добавлю сейчас одну точку, вторую точку и вот эти внутренние точки просто соберу. Вот так вот, раз, вот так вот, два, чтобы оно вот сюда вот так попало. То есть, получился, вот смотрите, нормальный абсолютно напуск, вот это лишнее. Почему эскизики лучше как бы, ну, добавлением делать? Потому что то, что я посажу на фигуру, да, и то, что будет вот отдельно, оно по-другому. То есть, здесь вот, ну, будет небольшой напуск, да. И с жилеткой. Вот я ее сейчас буду проверять. Во-первых, мы ее поместим на передний план и у нее сразу уберем спинку. Так же, как мы уберем вот здесь вот эту часть, потому что ее не может быть видно, когда у нас одета на человеке. Или поместить ее на самый задний план. Так. Вот. Получается наша жилетка и мы ее сюда вот так вот примеряем. Соответственно, то, что будет торчать из жилетки, нам с вами тоже нужно подмять, убрать. Как это сделать? То есть, сначала мы ее сажаем на место. Воротничок у нас прекрасно виден. Да, все хорошо. А вот рубашку надо немножечко нам с вами отрихтовать. Берем инструмент лассо, выделяем только на рубашке точки и начинаем его туда в жилетку умещать. А как вы хотели? Вот так. Еще вот эта точка, вот эта точка рукава, она тоже вот туда полезет. То есть, ее придется чуть-чуть поправить или вот эту точку жилетки чуть-чуть сюда опускать. Вот смотрите, пошла примерка, соответственно, точка на жилетке не угадана. Соответственно, нужно ее проправлять. Такие аспекты тоже. То есть, либо мы нарисовали неправильно, просто на человеке оно же тоже немножко будет во время носки деформироваться. Вот это все нам нужно сделать. Насколько вот эта точка как бы удачно сочетается с жилеткой. Вот это все нужно нам с вами посмотреть. На брюки все село, здесь везде все есть. Ну и можно еще последний писк добавить, например, сюда галстук. Галстук делается достаточно просто. Ну и если мы говорим про стандартный галстук, вот такой галстук, вот так вот основа для него. вот и мы целиком его прорисовывать не будем, как бы он просто вот то, что мы его видим. И он, смотрите, закрыл у нас с вами планку рубашки. Вот, получился галстук. Сейчас на сером эскизе я его чуть-чуть другим оттенком поменчу, чтобы его было видно. Ну вот получилась такая оформенная одежка. для мальчика. Выбираю весь этот комплект, переношу его на цветного мальчика. То есть, видите, здесь оно отдельно, здесь уже мы его надели, а здесь мы его сейчас раскрасим. У меня готова такая серая заливочка суконная, то есть серое шерстяное полотно, но я бы, естественно, его делала с полиэстером, потому что иначе будет очень нездорово. Так, сейчас мы сделаем заливку на 50. Вот. И опять у нас пропали тени, то есть надо сейчас будет немножко тени. Я вошла в режим изоляции двойным кликом для того, чтобы давайте попробуем 40. Что-то никак она не реагирует на меня, да? среагировала, вот так смотрите. То есть шерстяное полотно и вот пуговку, 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 вот эту мы можем покрасить, например, таким коричневым. На дырках можно, если у вас какая-то особая, особый тип шнуровки, пришивание пуговки, можно тоже это все там изобразить. А смотрите, тоже какая интересная история с карманами, ведь карманы у нас чуть-чуть там внутренние и мы можем на них сейчас вот отдельно их выбрать дать непрозрачности, оно будет как бы просвечивать основной тканью, он будет очень мило. Только единственное ушла цвет контура тогда, что мне не понравилось. Давайте сейчас заливочку тогда поправим вот эту и вот эту по непрозрачности вот так. Ну, потому что темно-серый он дает о себе знать. Теперь отдельно работаем с жилеткой. Я хочу, чтобы у меня был такой же цвет. И вот остался один только кармашек. Вот так. пуговки сейчас тоже все приблизим. Комплектная будет эта история у нас. Соответственно, и основа, и здесь так. Вот такого цвета. вот такие пуговки получились. Давай на клик выхожу и смотрите, мы рисовали, например, вот такое платье, да, и можно сказать, что, например, у нас это фирменный цвет. Вот. И сейчас мы его скопируем бордовый и зальем им галстук. Таким образом объединим историю. Почему бы нет? Вот смотрите, какой у нас получился замечательный товарищ. И мы можем сейчас, например, отправить ребят в школу в одну и ту же или в разные там. Может быть, это брат-сестры или так далее. Ну, как вариант, вот смотрите, вот мальчик, а вот девочка. Они у меня сейчас будут одного роста. Надо будет их просто откорректировать относительно друг друга по росту. пропорции разные, а рост один. Видите, девочка, ну, как бы крупнее его. Соответственно, мы сейчас помельче ее сделаем. Где-то вот так по плечик она должна быть. Вот. И получается, вот такие ребята собрались у нас идти в школу. Девочка нарядная и мальчик. Конечно, на мой взгляд, устарелый такой вариант, но вполне может быть, если это, например, женская гимназия и вот такая мужская линейка у нас состоялась. Так что мы сегодня нарисовали полный комплект для молодого джентльмена. Пожалуйста, используйте все шаблоны, я вам оставлю. Свой шаблон можете сами нарисовать, тот, который вам нравится. И вот так вот раскладываем, потом отдельно уже каждое изделие берем, прорисовываем рубашку, рубашку-спинку, если нужны какие-то детали, там где-то пофотографировать, где-то какие-то варианты, если вам что-то понравилось, описать, что вы хотите, какая-то отлет воротника, какая толщина манжетов, размер кармана, толщина планки, то же самое мы прорисовываем для всего остального и уже после этого отдаем конструктору, который будет это все делать. Нужно понимать, что этот эскиз для того, чтобы на него посмотреть, подходит, а для того, чтобы по нему пошить, еще маловато. Но это как бы первая стадия. На этом все. Пишите свои вопросы, пожелания. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok